Десять заповедей Он заставил свой народ восстать против сильнейшего царства и принять людям нравственные заповеди, выдержавшие испытания тысячелетиями А также Клэр Блум звали этого человека Моисей Иоанн Шериф Композитор Рэнди Эдаман Оператор Эдвард Джей Пэй Продюсер Пол Орбин Автор сценария Рон Хатчетс Режиссер Роберт Дорнхелл Россий Малхелл Эдвард Роберт Дорнхелл Ну, этот сон, о фараон, он неспослан самим раз. Что он означает? Близится время беды. И для тебя, и для всего Египта. Опасность придет от ребенка. Скорее поторопись, пожалуйста. Рожденного среди рабов. Это дитя станет царевичем Египта. А потом? Одолеет он и коня, и всадника. Где его можно найти? Где его можно найти? Мальчик. Мальчик. Посмотри на своего братца, Аарон. Убивай всех младенцев мужского пола. Всех новорожденных мальчиков. Я не позволю им забрать его. Корзину. Я спрячу его в тростниках у реки. Они могут убить нас. Ты готова пожертвовать их жизнью ради него. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прости меня. Прости нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пущенный по водам Нила, родной матери, он был найден царевной из дома фараона. Малыш. Ты с ума сошла? Это же дитя рабов. Мне все равно. Мне суждено было найти его. Фараон приказал убивать у рабов всех младенцев мужского пола. Ему приснился сон, что один из них возглавит мятеж против трона. На самом деле, это не я его нашла. Это он меня нашел. Ты не можешь оставить его в живых. Я назову его Моисей. А что, если именно ему и суждено свергнуть фараона? Если бразды правления неизбежно должны перейти в другие руки, если это дитя и есть будущее, если он избранный, тогда он даст богатство и власть тем, кого будет считать своей семьей. Ты спасла ему жизнь. Он должен знать это. Он должен знать, чем обязан тебе и мне. Пошли кого-нибудь к рабам спросить, нет ли среди них женщина, которая может стать кормилицей для новорожденного. Так мы узнаем, кто его кровная мать. А что, если не эта ловушка? Придется рискнуть. Ради него. Скажи ей, что заберешь ребенка, когда опасность минует. А до тех пор пусть заботится о нем, как о родном сыне. Когда я отдам его тебе обратно, обещай, что он будет знать, кто его родные. Нет, нет, нет. У царевны был родной сын Менерит, но Моисея она любила не меньше. Царевич Моисей, вкладывайте в движение максимальное усилие, так еще раз. Братья воспитывались вместе, как дети высокородных людей. Их приучали вести себя так, как положено египетским царевичам. В их обучение входило и посвящение, скрытые таинства дома мертвых, и в ритуалы бога Сон-Цара, и многих других богов Египта. Лучше вам будет прикрыть рот и нос. Царевич Моисей, ты работай, не отлынивай. Человек — лишь оболочка, наделенная богами дыханием жизни. И когда это дыхание отнимается, остается только это. И сколько в мире существует богов? Столько же богов, сколько народов. Столько же богов, сколько самих людей. А кто сотворил богов? Боюсь, я не понимаю вашего вопроса. Откуда они взялись? Они просто есть, это часть естественного порядка вещей. Если смотреть на небо достаточно долго, что случится в конце концов? Звезды начинают складываться в фигуры, и мы можем узнать эти фигуры и предсказывать, как они будут изменяться со временем. Вы египетские царевичи, а не какие-то варвары. Вам необходимо знать все это? Нет. Преданность – прекрасное качество, царевич Моисей. Но лучше бы вы научились контролировать свою вспыльчивость. Не поймаешь, не поймаешь. А ну иди сюда. И все это время мальчик не знал о тайне своего рождения. Я должна все рассказать ему. Почему должна? Потому что дала слово. Я убью тебя! Ты всегда знал, что вы с Мен и Ритом не братья. По крайней мере, не по крови. Я знаю, что ты меня усыновила, а я знаю, что даже кровные братья могут быть как неродные. Но теперь ты должен узнать остальное. Моисей. Моисей. Это твой отец. А я – Йехевет, твоя мать. А это Мириам, твоя сестра. И Аарон, твой старший брат. Когда ты родился, оставить тебя было слишком опасно. И нам пришлось отдать тебя. Мы ничего не могли поделать. Я держала тебя у груди, пока ты не вырос настолько, чтобы начать ходить. И тогда я вернула тебя ей. Почему? Мы сделали это не только для того, чтобы спасти тебя. Мы хотели, чтобы твоя жизнь была лучше нашей. Но вы от меня отказались. Это же из любви к тебе. Мой сын. Дитя мое. Сария вам обещала, что мы сможем рассказать тебе, откуда ты родом. Мы только хотим, чтобы ты знал. А потом... Потом ты можешь забыть о нас. Как раз. Панец. Внутри лежит тело того, кто привел нас сюда, Иосифа. Его братья продали его в рабство, но он возвысился и был поставлен над всею землю египетскую. И призвал нас сюда. Но после смерти фараона нас поработили и задержали здесь. Слышишь? Это ветер пустыни. Оттуда, откуда пришли мы. Египет славен своими сокровищами, но все его богатство зиждется на наших костях. Оно скреплено нашей кровью. Все богатство Египта. Он один из ваших богов? Мы не поклоняемся мертвецам, как бы ни был славен прежде человек. А где же тогда ваши боги? Их что, победили боги египтян? В свое время мы верили в единого бога, могущественного и единственного. Но все эти годы он не являлся к нам. Он умер? Некоторые считают, что это так. Нет, нет, это неправда. Тогда где он? Что он сделал для нас? Почему он допускает, что с нами такое делают? Моисей! Ты же меня не прогонишь жить туда и быть врагом? Нет. Ты царевич Египта? Твоя жизнь была спасена не случайно. Тебя ждет великое будущее. Забудь о сегодняшнем дне. Это была просто ошибка или дурной сон? Да. Точно, это был просто дурной сон. Хутру ты о нем забудешь. Твой дом здесь. Ты там, где тебе подобает быть. Смотри, разве ты видишь в нем сына Раббат, потомка пастуха, овец из пустыни? Или ты видишь царевича? Того, кто когда-нибудь станет фараоном Египта? Тебе надо жениться и построить свой собственный дворец. А еще ты можешь посмотреть на жизнь воина. Со временем, возможно. Тебе стоит побывать в пустыне, где правит только воля богов, пока ты совсем не изнежился от городской жизни. Каких богов? Богов голода, жажды и медленной смерти? Нет, спасибо. Я предпочитаю город вместо всякого цивилизованного человека здесь. Мне нужно подготовить моих солдат к смотру. Забудь о пустыне. Твое место скорее в библиотеке. Или в мраморной бане. Оно, иди сюда. В чем дело? Я тебе что, не нравлюсь? Нет, нет, пожалуйста. Не уйдись над ней. Пошел вон. Она моя жена. Пожалуйста, пощадите ее. Грязный раб. Можешь смотреть. Так будет даже слаще. Оставь ее в покое. Царевич. Я сказал оставить ее в покое. Это же просто рабыня. Уходи. В чем дело, господин? Может быть, ей бы понравилось. Зачем ты это сделал? Зачем ты убил человека, который наказывал раба? Я разгневался. Ни с кем нельзя так обращаться. Его труп нашли. Фараон приказал спасить тебя. Тебе придется бежать. Я не позволю им спать тебя. У тебя нет выбора. Ему нужно бежать. Немедленно. Почему ты не попросишь своих рабов защитить тебя? Я не хочу навлекаться на них беду. Да ты предпочитаешь навлечь беду на нас. Скорее. Разве я мог стоять и смотреть на это? Она просто рабыня. Ступай в свою пустыню и умри там. А пока будешь умирать, подумай о том, что ты отверг. Думай о судьбе, которая предназначалась тебе здесь. Я буду приходить сюда, встречаться с тобой, приносить тебе еду и воду. Нет, я не хочу, чтобы ты подвергся опасности из меня. Мы братья, не забывай об этом. Больше мы не увидимся. Тебе там не выжить. Ты не приспособлен к пустыне. Здесь я чужой. Но я чужой повсюду. Надо было бросить меня умирать этой ночью, когда пришли солдаты. Почему я выжила, а многие погибли? Постой. Ночами здесь холодно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отгони своё стадо. Тебя ведь могли и убить в чужой ссоре. Если человек не может совладать со своим нравом, он всегда находит неприятности. Мой отец будет рад поблагодарить тебя, если ты задержишься ненадолго. Ты египтянин. Я не знаю, кто я. Но ты жил в Египте. Да. Я никогда не любил городов, особенно египетских. Не по естеству там жизнь. Она изнеживает и лишает разума. А в городах думают, что пустынь не лишает разума. Сводит с ума, когда человек не знает, как выжить в ней. Выжить? В пустыне есть всё, что нужно. Скудно, правда, но всё необходимое есть. Просто надо уметь искать. У меня семь дочерей. Я думал, что проклят. Но они выросли толковыми девочками. Я ими горжусь. Особенно ею. Не хватает только мужчины рядом, чтобы мог постоять за неё. Как ты сегодня. Я действовал, не думая. Это могло для всех плохо кончиться. Но не кончилось. Ты сделал то, что должен был сделать сын. Нельзять. Даже если он пришёл из пустыни. Как человек без прошлого. Или как скрывающийся беглец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я знаю о его страданиях. Ты избран мною, чтобы освободить его и привезти в землю, обетованную и дарованную мною его братцам. Я не могу вернуться в Египет. Я убил там человека. Ты вернешься. Но они меня и слушать не станут. Ты думаешь, фараон меня послушает? Я буду с тобой. Ты говоришь, что ты их бог. Мой бог. Как имя твое? Я есм сущий. Они меня не послушают. Они не поверят, что ты говорил со мной. Не поверят. Брось посох свой, Нази. А теперь подними его. Не посылай меня. Я не тот, кто тебе нужен. Я не справлюсь. Ты избран. Нази. Поехали. 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 Если ты нужен своему народу, ты должен идти. Я никогда не жил среди них. Но если их Бог велит тебе идти, что ж... Тот же ли это самый Бог, что и в горах? Не знаю. Когда я спросил у него имя его, он дал мне ответ, которого я не понял. Он словно хотел, чтобы я сам понял что-то о нем. Я никогда не просил ни о чем подобном. Ты всегда можешь отказаться. Пустыня велика. Может, настолько велика, что даже Бог не найдет тебя в ней. Он дал мне. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Почему? Почему ты недоволен? Ты должен быть доволен. Я послушался, я повинуюсь. Он говорил со мной, а я не могу говорить с ним. Если это правда то, чего он хочет, он мог бы хотя бы немного облегчить наш путь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СТОП! СТОЙТЕ! Моисей? Моисей! Сын мой! Не навлек ли я на тебя беду? Не все ли равно, если ты снова здесь? Тебе больше не надо прятаться. Старый фараон умер. Теперь фараоном стал Рамзес. Теперь все будет как прежде. Ты снова станешь царевичем. Это моя жена. Мой сын. Куда пойду я, туда и они. В дворец? Нет. Не туда. КОНЕЦ Это ли дом Амраама и Йоховет? Был их домом. А кто ты? Моисей. Меня зовут Моисей. Я Мириам. Сестра твоя. Неужели это ты? Моисей. Да. Заходи же. Заходи. Они оба умерли. Первым отец. А следом за ним мать. Но она никогда не забывала тебя. Помню, как она сидела здесь и все думала о том, где же ты, что с тобой усталось. Да. Ты всегда был ее любимцем. Хотя никогда не жил здесь, не делил с нами кров. Зачем ты вернулся? Чего ты хочешь, египтянин? Не может человек думать, что он беседует с Богом, разве что он сошел с ума. Он говорил с ума. А я спорил с ним. С Богом? Он очень требовательен, порой гневается, он непредсказуем. Он всесилен. Но ему приходится обращаться к простым смертным вроде меня, чтобы они действовали от его имени. Ты говоришь о нем как о какой-то личности. Он такой и есть для меня. И он же мой Бог, наш Бог, ты спятил. Он сказал, что ты мне поможешь. Я? Бог хочет использовать и тебя. Ты часть его замысла, так же, как и я. Значит, Бог допустил, чтобы мы четыре века пребывали в родстве и вдруг решает освободить нас. И человек, которого он для этого избирает, это ты, с твоей помощью. Но он прислал тебя сюда без армии, с одной лишь женой. И ты собираешься взбунтовать евреев? Ты никогда не проводивший здесь более одной ночи? Ты, о котором здесь каждый знает, что он отвернулся от семьи, отвернулся от всех нас. Я знаю одно, я тот, кого послал Сущий. Кто? Сущий. Откуда ты знаешь это имя? Бог сказал мне, я есть М Сущий, но Он хочет, чтобы я сам постег глубокий, скрытый смысл Его имени. Это имя запрещено произносить вслух. Когда Иосиф привел нас сюда, Он сказал нам, что один из путей, коим Бог будет открываться нам в этих словах. Я есть М Сущий. Вот. Вообще. Откуда ты знаешь, есть М Сер deux? Окей. Здесь умеется, где у вас歌adows мной. Здесь не мы перееляем, Время неподходящее, даже если бы мы поверили тебе. Народ еще не готов к этому. Думаешь, египтяне отпустят нас? Как только мы попросим их, ты говоришь о бунте. Нужны долгие годы на подготовку, нужна армия. Думаешь, мы не хотим свободы? Думаешь, мы не мечтаем о ней? Египтяне этого не потерпят. А ты знаешь, что это значит. Кто ты такой, собственно? Он Моисей. Он спас мою жизнь и честь моей жены. Он добрый человек. Что бы он ни говорил, к этому стоит прислушаться. Может, он и добрый человек, но это не значит, что мы должны следовать за ним на свою погибель. Мы можем все потерять только потому, что он уверяет, что Бог говорил с ним. А он говорил? Бог говорил с тобой? Да, в пустыне. Не знаю, почему он избрал меня. Я чужак. Я никогда не жил среди вас. Наверное, сейчас некоторые считают меня скорее египтянином, чем рабом. Но я знаю, что случилось со мной там, и что я должен сделать по воле Божьей. Вместе с Аароном. Фараон, освободи своих рабов. Они пришли сюда свободными людьми. Так отпусти их. Четырисотни лет мы работали на вас. Отдавали вам свою кровь. Теперь вы дайте нам что-то. Свободу. Это построил мой народ. Он создал богатство Египта. Неужели свобода слишком большая награда за это? Стражер! 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 У тебя есть армия? Нет. А у прочих рабов есть армия? Нет. Так с какой стати мне отпускать их? Ибо это требует Бог. А где он, этот ваш Бог? Я знаю своих богов, своих жрецов. А твои? Я не знаю. Где твои боги? Наш Бог могущественнее всех ваших. Неужели? Бог рабов сильнее, чем боги всего этого? Такое в Египте даже дети малые делать умеют. Что ты пытаешься доказать? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ты дозволяешь своему народу следовать велениям его богов. Дозволь нам следовать велению нашего. Отпусти нас в пустыню на три дня для молитвы. Субтитры делал DimaTorzok Довольно. Фараону не пристало припираться с рабом. Отвезти их на работу, пусть трудятся вместе с другими. Раб есть раб, даже если ему пригрезилось, что его бог велит ему в споре с хозяином. Менерит, присмотри, чтобы этот в полной мере познал тяжесть рабского труда. Это ты. Он тоже мой брат. Я вижу лишь одного из хозяев. Он мой брат. Это правда? Ты нашел того бога, которого всегда искал? Это он меня нашел. И послал тебя обратно? Он делает то, что хочет. Я познаю это. Порой я спорю с ним, но он всегда побеждает. Рамзеса он не победит. Не смотри на его занощивость. По сути, он слаб и не уверен в себе. Такие особенно опасны, если на них оказывать давление. Ты не просто его унизил. Ты его унизил на глазах людей. Полагаю, тебе не удастся говорить, брат, а оставить все как есть. Я его брат, а ты его хозяин. Арон столь же резок, как и я. И язык его весьма острый. Может, потому Бог и велел нам действовать вместе. И умереть вместе, если дойдет до этого туда. Не дойдет, поверьте мне. Бог говорил со мной и дал мне наказ. Он бывает сыров, и порой, мне кажется, сомневается во мне. Но он дал мне наказ, и порой, мне кажется, сомневается. Не разговаривать. Не давать ему вода, поработать. Это все Моисей виноват. Он умер, потому что Моисей разгневал фараона. Откуда он взялся? Кто он такой? Почему он говорит за всех нас? Нам теперь приходится работать вдвое тяжелее, чем прежде. Теперь фараон приказал, чтобы мы сами собирали соломы для кирпичей. Послушайте, ты знаешь, сколько на него ходят сил и времени. Послушайте, он надорвался, пытаясь успеть все сделать в срок. И сколько нас умрет еще завтра и послезавтра, и все из-за тебя. Выслушайте его. Вы что, предпочитаете оставаться рабами? Вам по душе ваши цепи? Вы хотите, чтобы ваши жены и ваши дети жили, как скоты? Вам нужно соизволение на жизнь и на смерть? А что мы можем сделать? Его убили египтяне. Они убили его. А завтра они могут убить тебя или тебя. Много лет назад сюда пришли солдаты фараона и убили всех новорожденных мальчиков. Вы не стали сопротивляться им тогда. Вы не хотите сопротивляться им и теперь. Нет. Вы предпочитаете винить во всем тех, кто хочет спасти вас, не дать подобному повториться вновь. Если человек рожден в рабстве, это еще не значит, что он раб. Чтобы стать рабом, он должен думать о себе, как о рабе. А чтобы стать свободным, вы должны начать думать, как свободные люди. Бог послал меня сюда, чтобы вывезти вас отсюда. Откуда ты знаешь, что это он говорил с тобой? И что он сказал? Моих слов для вас недостаточно. Их было недостаточно для фараона. Ты все обдумал? Пришел склониться предо мной? Попросить прощения. Попросить тебя еще раз. Освободи рабов своих. Стража! Почему? Почему ты отсылаешь меня? Ты меня больше не любишь? Люблю. Разве ты не любишь своего сына? Люблю. Так почему же я должна уйти? Я прошу всех отказаться от всего, что они знали прежде. Мне тоже необходимо от чего-то отказаться. От меня? Я от Герсама. Если бы был какой-то другой путь. Но задача моя слишком века. Здесь скоро произойдут ужасные вещи, такие, каких еще не было. Я не хочу, чтобы два самых близких для меня человека были здесь при этом. Я знаю, какова сила Бога. Он могущественнее, чем человек способен себе представить. Я не знаю, какова сила Бога. КОНЕЦ Это просто красный ил из реки. Полюбуйся на этот фокус. Ты только полюбуйся. Довольно. Удавайте это! На помощь! На помощь! КОНЕЦ Ты ссоришься со мной. Твой Бог ссорится со мной. Неужели весь мой народ должен страдать из-за этого? Если ты не исполнишь его волю, да. Скажи ему, пусть делает, что хочет. Я не уступлю ни ему, ни тебе. КОНЕЦ Одна за другой казни египетские обрушивались на египтян. Лишь рабы оставались нетронуты. КОНЕЦ МОИСЕЙ Мой сын. Мой первенец. Имре! Я рассказывал ему о тебе. Хотел вас познакомить. Это Моисей. Мой брат. Он великий, великий человек. Подожди меня у ворот. Долго еще будут продолжаться эти мучения? Пока он нас не освободит. Он должен был уже приказать убить тебя, но он не знает, на что способен твой Бог. Он боится его сил. Рамзе сможет в любой момент положить конец этому. Слабый человек, самый худший из противников. Он ошибочно считает свое упрямство силой. И он будет сопротивляться тогда, когда уже все покинули поле битвы, видя, что она проиграна. Ты тоже упрямый. Потому что я знаю, что одержу веру. Бог восторжествует. А что потом? Рамзес освободит нас. А что нам делать до тех пор? Молиться своим богам, чтобы Рамзес избавил ваш народ от дальнейших мучений. Когда-то наш народ был и твоим. А разве нет? Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... 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 Я Бог... Продолжение следует... 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 В последние часы мы живем рабами. Последние часы вы рабы. Запомните их. Завещайте вашим детям, пусть поведают своим детям, как горька была неволя. Мы не должны этого забывать. Вы готовы? Да. 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 Готовьтесь к долгому пути. Жарьте мясо. Пеките хлеб. Ехте пищу с горькими травами. Если больше нечем приправить, идол, будьте готовы сняться и уйти в любой момент. Тровью заколотого армия, помехте кочерку в своей двери. Не забудьте сделать это. Знак должен быть на каждой двери. Он будет вам защитой. А потом ждите. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сетти? Сетти? Сетти! Сетти, очнись! Сетти! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Моисей! Моисей, брат мой! Монорит! Он забрал моего сына. Я оскорблю вместе с тобой. Ты скорбишь? Разве это не твоих рук дело? Это сделал Бог. Ты этого хотел. Теперь Рамзес даст вам свободу. Твой Бог победил. Но я думаю, твой Бог жесток. Много лет назад фараон послал своих солдат убить наших детей. Меня среди тех солдат не было. И сына моего не было. За что же наказывать нас? Я делаю то, что велит мне Бог. А если он прикажет тебе убить меня, что ты сделаешь? Убьешь? Ты убьешь меня? Все мужчины, женщины и дети. Да. Со всем их имуществом и стадами. Прежде чем они уйдут, их хозяева подарят им золото и серебро. Да. В качестве награды за четыре века тяжкого труда. Да. Меннерит не придет проститься с тобой. Он по-прежнему оплакивает своего сына, моего внука. Не могу делать вид, что что-то понимаю. Порой мне кажется, что я теперь уже не знаю, кто ты. А может, и никогда не знала. Знаю одно, я люблю тебя. Ты тоже мой сын. И я никогда не перестану любить тебя. Увижу ли я тебя когда-нибудь снова? Позволит ли твой Бог нам увидеться? Пора, мы уходим. Скорее, торопитесь. Пришло время. Сейчас, мы уходим прямо сейчас. Скорее. Скорее. Мы уходим. Ты привел нас сюда. А потом египтяне предали нас. И теперь я увожу их обратно. В единственное место, куда могу. В пустыню. Что ты делаешь? Ты не можешь уходить. Это святого. Мы уходим, а не египтяне. Его место с нами. Он еще может передумать вперед. 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 Куда нам идти, Мессий? В какую сторону? Это земля обетованная. Где она? Как мы туда попадем? И сколько времени на это потребуется? И как мы будем жить, когда туда доберемся? Да, туда. КОНЕЦ Мой сын. Мой мальчик. Нет. 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 Ты ведь тоже потерял сына. Теперь мы знаем, кто Мессий. Братли. КОНЕЦ Меннерит. Сражайся. 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 Возвращайся и расскажи фараону. КОНЕЦ Фараон. СМИРНО. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Моисей, проследи, чтобы все прошли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok